сегодня поговорим немножечко о лазерах и немножечко о том что такое вообще триггерцовые технологии зачем они с чем их едят и почему это интересно ну и начнем с такого краткого рассуждение о том что такое лазер и вообще откуда взялось такое понятие термин если разбирать по буквам лазер это аббревиатура которая означает light amplification by stimulated emission of radiation то есть по сути усиление света посредством вынужденного излучения если более-менее литературно переводить на русский ну и коротенький экскурс в историю принципы по которым устроен лазер были предсказаны и описаны еще начале 20-го века а собственно первым на самом деле появился не совсем лазер а первым стал мазер так называемый это все то же самое но усиливается не свет не световой диапазон а микроволновый и собственно микроволновый этот самый усилитель придумали одновременно в 54 году в сша и в советском союзе в сша это был чарс таунс а у нас собственно нобелевские лауреаты басов и прохоров все трое они собственно получили нобелевскую премию за изобретение мазера в 64 году ну а собственно первый как таковой лазер был создан теодором маймоном в 1960 году и первый например гели-неоновый лазер до который уже даже сейчас очень часто встречается был уже создан в том же году и вот можно сказать что 60-го года уже началось активное развитие лазерной технологии как таковой немножечко поговорим вообще о физических принципах которые лежат в основе лазерной физики и о том вообще как устроен лазер с физической точки зрения и мы начнем с такой вещи как энергетические уровни в атоме значит вот у нас на схеме представлены два энергетических уровня значит нижний это основной до уровень состоянии покоя и уровень 2 это возбужденность тест на нас в обычном состоянии ватами что происходит у нас большая часть электронов находится на невозбужденном уровне и какие на собственные до возможный процесс что у нас может происходить нас может происходить возбуждение то есть атом берет и переходит на возбужденный так называемый уровень но соответственно это должно происходить с поглощением энергии чтобы у нас набрал энергию да у нас соответственно он должен погодить какую-то энергию и еще возбужденный процесс у нас собственно дальше может быть так называемое спонтанное излучение это когда электрон переходит с возбужденного уровня на невозбужденный с излучением одного кванта энергии до одного кванта света, по сути, испусканием фотона. Это один из возможных процессов. А другой возможный процесс — это так называемое вынужденное излучение. Что такое вынужденное излучение? Или индуцированное еще мы называем это излучение. Это когда у нас в атом прилетает фотон, у которого длина волны соответствует длине волны этого самого перехода между этими двумя уровнями и индуцирует испускание атома. Вот таким вот образом. Получается, что у нас прилетает в атом один фотон, а вылетает из атома уже два фотона. Таким образом у нас, собственно, происходит усиление. У нас прилетел один фотон, вылетело два фотона. И вот это, собственно, основополагающий принцип, который лежит в основе работы лазера. Но чтобы запустить вот этот механизм спонтанного вынужденного излучения, в результате которого у нас начнется генерация света, нам необходимо сделать так, чтобы большая часть атомов лежала не на нижнем уровне, а на верхнем уровне. И такая ситуация называется инверсной населенностью. И вот чтобы создать инверсную населенность, нам необходим некий механизм, который мы называем накачкой. То есть мы накачиваем энергию в энергетические уровни, чтобы все электроны перешли на более высокий уровень. Проблема в том, что просто из физических принципов в двух уровнях схемы, которые вот здесь вот показаны, это невозможно. Все процессы поглощения будут так или иначе компенсироваться процессами спонтанного излучения, и у нас не получится инверсная населенность, у нас не получится накачать большую часть электронов в более высокий уровень. Поэтому, собственно, в лазерах на самом деле используются не такие двухуровневые схемы, как я здесь представил, а трехуровневые схемы. В чем ее суть? Тут накачка проходит с первого уровня как бы на третий. Соответственно, мы накачиваем, да, мы каким-то, ну, возможно, разные механизмы накачки. Это может быть световая накачка, когда мы облучаем рабочее вещество, рабочую среду другим каким-то излучением. Это, возможно, электронная накачка, когда мы просто, по сути, да, прикладываем ток и таким образом переводим электроны в более высокое состояние. А затем, когда мы уже добились инверсной населенности, когда мы добились того, что у нас все электроны перешли на этот нестабильный уровень, суть в том, что вот этот уровень, он менее стабильный, чем вот этот, так называемый метастабильный уровень. И с вот этого нестабильного уровня происходит достаточно быстрый переход без излучения на более низкий уровень, метастабильный. И, собственно, вещество, рабочая среда выбирается обычно так, что вот этот переход, энергия в нем уходит не на испускание кванта света, а на нагрев. Это то, почему, собственно, лазеры нагреваются, когда работают. За счет вот этого дополнительного перехода, здесь, когда электрон переходит с более высокого уровня, но вот этот метастабильный, спускается тепло. А зачем, вот уже с этого метастабильного уровня у нас атомы, начинается, как только мы добились того, что большая часть атомов находится вот на этом уровне, то есть больше половины атомов, больше половины электронов, у нас начинается процесс генерации, и, собственно, начинает спускаться свет за счет вот этого самого перехода. И вот это, собственно, основополагающий принцип, который лежит вообще в спускании света лазером. А вообще из чего состоит любой лазер? В первую очередь это вот рабочая среда, в которой происходят те процессы, которые я описал. Да, но чтобы у нас, как мы уже обсудили, чтобы у нас в рабочей среде вообще появилась энергия, за счет которой у нас будет происходить генерация, нам необходим некий механизм накачки. Также рабочая среда, за один проход, по сути, кванта света через рабочую среду происходит очень незначительное усиление света. И поэтому нам необходимо, чтобы на самом деле, как бы вот этот путь через этот вот, через эту рабочую среду, кванты света прошли не один раз. Поэтому мы помещаем нашу рабочую среду в резонатор. Резонатор — это, по сути, два зеркала. Одно из которых непрозрачное, другое полупрозрачное. Что у нас получается? У нас квант света, да, образовавший здесь во время генерации, значит, он проходит, усиливается, вызывает дополнительное испускание квантов, летит-летит, пролетает, попадает на это зеркало. И с вероятностью 50% он либо проходит дальше, соответственно, у нас получается излучение, либо он возвращается, проходит еще раз, значит, свет усиливается еще сильнее, отражается еще раз, то есть сделает еще два прохода, и опять половина света, она излучается. Таким образом, у нас проходит очень, значит, какое-то количество проходов, каждый раз свет усиливается, но усиливается он может не бесконечно, понятное дело, и вообще мощность любого лазера, она сильно ограничена, она в первую очередь ограничена порогом генерации, так называемым, то есть когда у нас уже больше не будет генерироваться фотонов, просто за счет различных элементных эффектов. Ну и еще у нас, конечно же, важный момент, то, что у нас любой более-менее мощный лазер будет генерировать, кроме большого количества излучения, будет генерировать довольно большое количество тепла, и нам нужен какой-то механизм, который будет отводить тепло из рабочей среды лазера. Это тоже очень важный элемент. И вот, по сути, схема, по которой, какой бы лазер мы ни создали, вот, по сути, эта схема, по которой работает абсолютно любой лазер. Принципиально в любой лазер ходит лазерная указка, которая вот даже здесь заложена, или какой-нибудь огромный мощный лазер, который должен создавать сверххлодное состояние вещества, они все работают вот по такому принципу. Ну и немножко о том, какие все-таки у нас бывают лазеры, да, и какие вообще встречаются в природе лазера. По размеру лазеры, размер лазеров колеблется от нано-лазеров, так называемых, это, да, такие самые современные разработки, это полупроводниковый лазер, в которых размер, собственно, рабочего тела, рабочей среды, он составляет там десятки нанометров. То есть это кусочек полупроводника, в котором само рабочее тело, да, это десятки нанометров, и это уже полноценный лазер. Он уже будет испускать, вот именно по тому принципу, который я описал, он уже будет испускать фотон, он уже будет испускать свет определенной частоты. До, собственно, сотен метров. Потому что вот, например, здесь показаны самые мощные изменения существующих лазеров. Это японский лазер LF-X. Он достигает мощности петават в импульсе. Это импульсный лазер, у которого очень короткий импульс, но мощность этого самого импульса максимального – это петаваты. И рабочее тело там занимает такую огромную комнату. И вот это все рабочее тело здесь представлено. И это, собственно, уже сотни каких-то метров. Но зато такой лазер может выдавать очень-очень мощное излучение. Конечно же, как самые маленькие лазеры, так и самые большие лазеры имеют интерес только к какому-то научному применению. Собственно, это там. Вот, например, самые большие лазеры нужны для создания моделирования, например, того, что происходит в черной дыре, когда в импульсе мы получаем огромное давление света, из-за мощности света в петаватой. Мы можем создать сверхплодное состояние вещества и каким-то образом промоделировать то, что происходит в черной дыре, например. По устройству. По устройству лазеры в первую очередь отличаются по типу рабочей среды. Самые первые – это были газовые лазеры и, собственно, с генерацией излучения в газовых средах. Например, гелинионовый лазер. Да, но и довольно давно известные уже твердотельные лазеры, в которых, собственно, в качестве рабочего тела используется стекло, в которое легированы, собственно, активные элементы, в которых, собственно, и происходит генерация. Ныне самые распространенные, практически везде встречающиеся, стоящие у каждого практически из вас дома в комнат-лазерном принтере, встречающиеся там в каждой лазерной указке, в оптическом приводе вашего компьютера используются полупроводниковые лазеры. Это, собственно, вот то исследование, за которое получил мобилевскую премию наш нынешний руководитель Академии наук Алфюров. Это, собственно, то, что они предсказали еще в 60-е годы, и в итоге это было создано, и в итоге сейчас это практически везде применяется. Да, это именно полупроводниковые лазеры, в них инверсная населенность, о которой мы говорили, это создается не внешним каким-то излучением, а просто электрическим током, да, и это создается инверсная населенность в полупроводнике, ну, в месте, собственно, ПН-перехода. Еще разные типы, это, например, есть квантово-каскадные лазеры, лазеры на свободных электронах, фолоконные лазеры, типов используемой рабочей среды, которые у нас, собственно, в лазере, их очень-очень много, и они разные, постоянно создаются новые, но основные, да, это все-таки, там, твердотельные и полупроводниковые. Где? Где, собственно, применяются лазеры? Рассмотрим вот на такой схеме, не знаю, хорошо ли здесь что-то видно, но, наверное, что-то видно. Значит, видим, что, в общем, большая часть, сильно большая часть всех лазеров, ныне существующих, она применяется в обработке материалов, на производствах, да, это то, о чем все знаем, да, то, что лазеры применяются в строительстве автомобилей, где только не, да, обработка металла с помощью лазеров, нарезка металла с помощью лазера и так далее. И это большая часть лазеров. 15% лазеров используются в медицине, причем в медицине это как лазерные хирургии, лазерная коррекция зрения, то, что вот мы все слышим, там, вплоть до лазерного отбеления, ныне зубов, да, да, и в том числе это и, там, детектирование, да, и, там, обнаружение каких-то болезней с помощью лазерных методов. 5% всех лазеров – это научные применения. Ну, и дальше примерно в равных долях – это более такие бытовые, да, для нас. На самом деле очень малое количество всех существующих лазеров применяются у нас в таких бытовых целях, да, и это, там, запись изображений, приборостроение, считывание штрих-кодов, индустрия досуга, да, и всякие лазерные развлечения, которые у нас сейчас в большом количестве везде, контроль и измерение на разных производствах, оптическая память, ну, и так далее. Назову несколько, по-моему, очень интересных нынешних применений лазеров, да, где вообще сейчас используются лазеры. Ну, и вот, например, то, что нашумело буквально в этом году, и то, за что вот сейчас уже ждем, что когда-нибудь в будущем, может быть, получат Нобелевскую премию, в том, в чем проучаствовали, собственно, сотрудники нашего факультета, это обнаружение гравитационной волны. То, наверное, о чем вы все слышали. И на самом деле, да, надо понимать, что сам по себе эксперимент, на самом деле, представляет собой такой вот огромный интерферометр, да, ключевым элементом которого является, собственно, лазерная установка очень мощная, да. На самом деле, весь вот этот эксперимент ЛАЙГУ, да, который и называется, собственно, лазерный интерферометр и обсерватория гравитационных волн, ключевым элементом является мощная лазерная установка, по сути, это представляет собой такой огромный интерферометр Майкельсона, да, такой самый простой тип интерферометра, но с плечами размером, там, 4 километра, и второй плечет, там, тоже, по-моему, 3,4 километра. Вот. Тоже, по-моему, довольно интересное применение лазеров в современной науке. Военные лазеры, на самом деле, да, все эти лазеры с фантастических фильмов, они, на самом деле, уже, может быть, не так далеки. По крайней мере, сейчас уже очень много разработок установки боевых лазеров на самолеты, да, которые концентрируют излучение, например, сейчас активно применяются методы, лазерные методы устранения вражеских беспилотных летательных аппаратов, когда довольно мощное излучение, импульс фокусируется на беспилотном летательном аппарате. Например, еще китайцы, говорят, уже практически создали целый военный корабль, который полностью оснащен только лазерным вооружением. Еще вот такой пример интересного научного использования лазеров, это вообще удивительная, по-моему, вещь, лазерный пинцет. Лазерный пинцет – это такая штука, которая позволяет, например, перемещать на очень небольшие расстояния животные, ну, там, коллагены и так далее. Они, как это, собственно, устроено, да, в месте перетяжки лазер, значит, что такое перетяжка, да, это, когда у нас есть какой-то лазерный пучок, да, вот даже вот этот, он так, когда он сфокусирован, да, он фокусируется фактически у нас не в одну точку, да, а в какую-то очень маленькую зону. Вот эта самая маленькая зона, в которой может быть сфокусирован лазер, называется перетяжкой. В это место помещается какая-то молекула, и за счет просто оптических сил, которые возникают, молекула, когда она пытается сместиться из положения центра этой перетяжки, возникают оптические силы, которые возвращают ее в этот центр. Таким образом у нас получается просто вот такой вот лазерный пинцет, с помощью которого можно просто взять молекул и перенести, просто за счет того, что силы, которые возникают оптически вот в месте этой перетяжки, они удерживают молекул в центре. Ну и перейдем вообще к такому моему хлебу, да, то есть к терагерцовому излучению, о том, что это, как это работает и вообще зачем. Терагерцовое излучение, то есть частота терагерца, это излучение, лежащее между микроволновым излучением и инфракрасным. И ситуация такова, что оно очень долго оставалось совершенно неизученным по очень простой причине. Со стороны оптических методов получения излучения, оно уже довольно далеко и очень трудно создать оптический источник терагерцового излучения. Просто потому, что оно уже за инфракрасным, даже там низкочастотное инфракрасное уже довольно трудно создавать, а тут уже терагерцы практически не получаются создавать оптические методы получения. И как бы снизу по частоте очень тяжело подойти, да, за счет того, что уже радиометоды получения, собственно, волны, они тоже уже не работают в трагерцовой зоне. И это называлось очень долго трагерцовый дырой, да, трагерцгэп, с которым не получалось получить излучение. Но современные разные самые методы, которыми я сейчас активно пользуюсь, да, они позволили все-таки придумать большое количество разных способов получения, в том числе и достаточно мощного трагерцового излучения. И сейчас трагерцовое излучение, оно уже начинает активно применяться в самых разных областях. Почему? Почему, собственно, так хотят подобраться к трагерцовому излучению все, причем пытаются сделать это и сверху, и снизу, пытаются заполнить весь этот гэп. Чем же оно так хорошо? Значит, какие есть особенности у трагерцового излучения, которые позволяют ему быть интересны? Значит, это неинвазивность, так называемое излучение, то есть трагерцовое излучение не, по сути, не влияет на биологические клетки, оно не повреждает их никаким образом. И это позволяет использовать трагерцовое, значит, излучение активно, например, в медицине. Не ионизирующее, да, то есть, ну, понятно, оно не создает, по сути, радиации, оно не ионизирует молекулы. Значит, далее, это большое количество линий поглощения, причем самых разных материалов. То есть, это позволяет использовать трагерцовое излучение для спектроскопии. И, собственно, то, что трагерцовое излучение хорошо проходит через одежду, через дерево, через пластик, так или иначе, через керамику, это позволяет использовать трагерцовое излучение в, собственно, системах безопасности. какие еще есть применения то, что оно не инвазивное то, что при этом оно имеет большое количество линий поглощения в том числе и биологические молекулы позволяет его использовать для мониторинга концентрации тяжелых органических молекул в самых разных медицинских приложениях в основном, это сейчас, конечно рассматриваются варианты приложения именно для диагностики например, для диагностики опухолей для диагностики воспалений в метеорологии за счет того, что по сути торгерцовое излучение является хвостом инфракрасного излучения это так называемая дальняя инфракрасная зона Far Infrared а собственно все тепло, которое у нас есть это именно инфракрасное излучение и захватывание зоны вот этой самой торгерцового излучения позволяет получать более полную метеорологическую картину система безопасности об этом мы еще отдельно поговорим ну и есть еще целая область науки которая называется инфракрасная астрономия тоже очень интересная вещь собственно, дело в том, что очень большая доля космического излучения лежит именно в торгерцовом диапазоне если научиться хорошо наблюдать именно торгерцовые хвосты от разных космических объектов можно получать гораздо более полную информацию вообще о типе космического объекта о его самом составе и так далее ну и немножечко вот картинок с применениями где уже сейчас можно пытаться применять торгерцовое излучение где его собственно применяют вот здесь есть изображение кариеса в зубе то есть очень хорошо видно изменение плотности молекул в области кариеса и оно прямо хорошо видно на торгерцовом изображении вот в качестве иллюстрации к технологиям безопасности это ботинок с взрывчаткой значит и ножом тоже очень интересное применение если какой-нибудь обычный металлодетектор на самом деле почувствует нож и наверное от ножа можно избавиться какими-то другими способами но взрывчатка именно детекция наличия взрывчатки например это очень для аэропортов сейчас на самом деле уже создаются целые системы которые называются например система которая называется ТАДАР которая позволяет получать целое изображение например человека который пытается принести взрывчатку и это очень хорошо видно именно то что многие взрывчатые вещества имеют очень хорошие линии поглощения которые хорошо видны на торгерцовом спектре значит ну и вот здесь еще картинка ракового опухоли здесь тоже довольно неплохо видно то что значит на торгерцовом на торгерцовом изображении с торгерцовой камерой хорошо видно вот область образования это и раковые опухоли они хорошо просматриваются тоже сейчас пытаются активно применять именно торгерцовые детекторы для того чтобы изучать различные заболевания еще несколько применений вот буквально совсем свежая статья вышла от наших коллег из MIT они научились читать закрытую книгу с помощью торгерцовой камеры тоже довольно интересные исследования значит они облучают книгу коротким торгерцовым импульсом и затем смотрят отраженное значит отраженное излучение с помощью торгерцовой камеры и на самом деле они даже могут как бы по сути постраничной читать к сожалению пока глубина проникновения торгерцового луча собственно в книгу и отражения очень не глубокая но они говорят что в общем-то перспектива очень хорошая они смогут наверное через какое-то время читать полностью книгу закрытую просто посредством изменения глубины проникновения вот этого торгерцового импульса в книгу а собственно глубину они регулируют за счет длины импульса еще российская новая значит космическая обсерватория миллиметрон почему миллиметрон да потому что торгерцовый это с точки зрения длинной волны это собственно миллиметры да и субмиллиметры там порядка 1-3 миллиметров это как раз торгерцовый диапазон значит обсерватория миллиметрон которая как раз позволяет наблюдать космические объекты в торгерцовом диапазоне Соответственно, получать какую-то картину вообще объектов в таргерцовом диапазоне тоже, в общем, сутят очень большие перспективы этой разработки. Уже обещают в скором времени запустить, что-то там порядка 20-го года. И вот как раз то, что я говорил, это картинка с системы Тадар, где в таргерцовом спектре, по сути, это такое, сейчас уже ему пророчат будущее раздевающего излучения, за счет того, что, как мы уже говорили, таргерцовое излучение очень легко проходит ткани, пластик, дерево, все что угодно, но от биологических молекул оно довольно активно погащается, довольно активно отражается. За счет этого фактически вот мы видим человека фактически без одежды и очень хорошо видим там оружие, вот там пряжку ремня видим. Так что именно с точки зрения систем безопасности в каких-то объектах сейчас очень активно стараются уже внедрять, применять и очень ценятся разработки именно готовых систем безопасности, которые умеют делать таргерцовое изображение. Таргерцовая связь. Значит, будет ли она связью будущего? Ну, нет. Во-первых, как бы таргерцовая связь, она очень хороша тем, что она позволяет достигать очень большой битрейт, до скорости передачи, до сейчас, да, вот даже нынешние, неисчетующие чипы, говорят, можно разогнать до 30 терабит в секунду. Но проблема в том, что таргерцовое излучение очень хорошо поглощается парами воды. То есть фактически по воздуху таргерцовое излучение передать на какое-то более-менее длинное расстояние просто не получится. Ну и, естественно, любая фольга, да, потому что этот проводник, любые проводники очень хорошо поглощают таргерцовое изображение, то есть любая фольга уже не позволит таргерцовому излучению пройти, соответственно. Но почему все-таки создаются эти самые антенны, которые пытаются использовать для связи, эти самые модемы? Потому что такие технологии можно, во-первых, будет использовать внутри каких-то устройств в замену просто проводам. Например, очень интересно, я недавно читал статью про интересное применение разработку видеокамеры, которая будет заменять человеку глаз, которая будет, да, собственно, имплант, который будет передавать информацию с этой видеокамеры, будет передаваться на чип, встроенный в мозг, будет передаваться как раз посредством таргерцового излучения по каким-то каналам. Значит, ну и, соответственно, внутри каких-то устройств, например, говоря там, внутри каких-то там телевизоров высокого разрешения, сейчас есть разработки по применению именно таргерцовых модемов для передачи изображения внутри устройства, значит, без проводов. Ну и, соответственно, еще очень удобно то, что, собственно, саму передающую таргерцовую антенну можно сделать размером сотни микрон, да, вот, например, таргерцовая антенна, которая целиком занимается всего там 250 на 340 микрон. Немножечко такой уже, скорее, псевдонауки, да, уже в завершение моего рассказа про тарагерц и про лазерную физику, это немножечко про псевдонауку. Есть такая интересная теория, говорят, что, экстрасенсы, которые умеют чувствовать раковые опухоли, воспаление в человеке и так далее, делают это как раз посредством таргерцового излучения, потому что, собственно, ну, понятно, что у нас любой, да, любой нагрев, да, это, собственно, не к-излучение, а это у нас такой хвост и к-излучение, да, таргерцовое излучение, и говорят, что, собственно, возможно, что, на самом деле, человеческая кожа умеет чувствовать таргерцовое излучение просто в виде такого особого тепла, непривычного нам тепла, такого, метафизического какого-то. И, собственно, что именно этим пользуются эти самые экстрасенсы за счет этого. Есть даже какие-то статьи, которые пытаются доказать, что это так, но нормальных экспериментов проведено не было, поэтому пока что это, конечно, чистая псевдонаука, и я, если честно, слабо верю в то, что такое возможно, но, в общем, теория интересная. Ну и совсем уже завершение лекции. Да, наверное, просто такой вопрос, скорее, из жанра шутки, но попробуем поразмышлять, почему я считаю, что невозможно создать световой меч. Это, скорее, продолжение про лазерную физику. Значит, я все-таки считаю, что создать его нельзя. Основным современными методами так точно. Какие мы встретим, собственно, проблемы? Это вот какая-то модель лазерного меча, да, светового и звездных клонин в разрезе. Но, собственно, в чем суть? Говорят, что, собственно, что из себя представляет вот это самое лезвие светового меча? Это высокотемпературная плазма, которая удерживается каким-то наведенным магнитным полем, значит, и, соответственно, именно это магнитное поле делает его твердым, за счет чего можно на них даже драться. Ну, во-первых, вот эта модель, собственно, это реальная схема существующих, так называемых, плазменных резаков. Да, в чем суть? Создается плазменная дуга, вот такой вот плазменный, значит, разряд, который, собственно, позволяет резать самые разные материалы довольно активно, да, на очень высокой температуре. Но проблема в том, что, во-первых, эта штука тратит огромное количество энергии. То есть нужен какой-то очень мощный источник энергии. Во-вторых, собственно, длина вот этого лезвия, если можно так сказать, она составляет не больше, по сути, 10 сантиметров. Больше 10 сантиметров сделать не получится, да, это такой максимум световой нож. И при этом еще требуется очень небольшое количество охлаждения, значит, потому что, ну, кроме всего прочего, выделяется огромное количество тепла, и там, соответственно, очень сложная система охлаждения, где там постоянно прогоняется вода, там, под высоким давлением, за счет чего вся эта система охлаждается. И, собственно, сама система охлаждения, она гораздо больше самого этого плазменного резака. Ну и, собственно, сделать эту дугу длиннее не получится, потому что, на самом деле, она просто, если ее сделать достаточно узкой, она будет замыкаться гораздо раньше, если она будет, как бы, сливаться и укорачивать за счет этого. Но уж сделать ее такое, чтобы она была твердая и могла передавать усилия каким-то образом, да, там, вообще рычаговые, это вообще, наверное, невозможно. Хотя, если, в общем, наверное, они используют там джедайскую силу, то, наверное, все возможно. Вот, собственно, на этом все. Спасибо за внимание.